Доброго дня, с вами Тиджей. Мы сейчас находимся на Лошеграде. Такой вот у нас будет необычный анбокс, потому что издание сегодня у нас простоватенькое. И распакуем мы сегодня коллекционное издание ИЛА-2 штурмовика, именно Collector's Edition от Ubisoft. Но, к сожалению, это у нас будет чешская локализация. Поэтому, скорее всего, там все внутри на чешский переведено. Так, давайте скрывать коробочку. Итак, коробочка открывается таким образом. То есть, пленку можно не снимать, хотя картон очень качественный и очень плотный. С ним ничего не случится, хоть он 10 лет быстрее. Внутри у нас все выглядит вот так. И первое, что мне попадается, это справочник пилота или, скорее всего, самолета. Я точно не знаю. Он оформлен в старом стиле, под старую печать. То есть, сейчас пролистаю. И он иллюстрированный, то есть, с картинками. Черно-белыми, правда, картинками самолетов. То есть, он полностью стилизованный вот под... Именно вот 20-й век, под 50-е годы, под военную тематику. Все напечатано на печатной машинке еще тех лет, в виде конспекта такого старинного, советского. Тоже с картиночками. Конечно, он на английском языке, но разбираться в этом довольно тяжело. Поэтому я не знаю, кто это все будет читать, но выглядит для атмосферности. Это, конечно, очень здорово сделано. Так, двигаемся дальше. Дальше нам попадается пилотный мануал, естественно. Как я так и знал, что он тоже на чешском языке, к сожалению. Но это такой стилизованный блокнот, весь черный. И здесь очень-очень-очень много информации. Я даже не знаю, она тоже вся на чешском, мне не хочется все это читать. Но, опять же, это по управлению самолетом. Все в деталях просто капец, все очень детализировано. Так, даже показываю. Ну, просто обыкновенный текст, который вряд ли, опять же, кто-то будет так уж сильно изучать, кто поклонник. Скорее всего, да? Значки Ubisoft 1С. Далее двигаемся. Далее у нас мануал. Ну, видимо, это мануал, потому что код скрыт за стирающейся лентой. Но тут написано, что это такой же пилотный мануал, только укороченная версия. И, опять же, куча-куча-куча-куча текста. Вот так. Маленький, короткий, на 16 страниц. Далее у нас, видимо, самое интересное, это карта. Карта на ткани. Довольно качественная, довольно красивая. Видит? Да, хоть она тоже не на чешском, слава богу, она на английском языке. Тут у нас торчит Англия, тут Франция, пролив, условное обозначение и под старину тоже сделанную. То есть, вот эти вот штучки, это вряд ли не качественная работа, это, ну, можно списать, короче, на атмосферику, на атмосферку, короче. Ну, и, конечно же, диск, диск с игрой. Опять же, очень легкий, к сожалению, на чешском языке, с чешскими субтитрами. Ну, блин, вот так, я так и думал, вот вы видите вот это. Вот зачем это нужно делать? Вот, когда диск в отдельном конверте, тут держак, зачем его засовывать? То же самое было в коллекторсе драйвера. Да, ладно. Ну, я уже не удивлен, почему. Так, выложим все. Так, это у нас был обзорщик коллекционного издания ЕЛ-2. Всем спасибо за внимание, еще увидимся. Слива.